Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и я надеюсь, что вы так же, как и я, покидаете это унылое болото внутренней тревоги и какой-то пустой паники, которая преследует многих из нас в последнее время. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить про те книги, которые я читала, читаю и буду читать. Вы в комментариях пишите мне про то, какие книги читаете в данный момент. Вы и мы с вами продолжаем их обсуждать уже в комментариях. Сразу хочу вам сообщить, что вообще мое количество непрочитышей подходит к своему логическому, как бы, финалу. Поэтому я начинаю нуждаться в новых книгах и думаю, что многие из нас с вами не успели запастись на фоне всей истерии с туалетной бумагой и гречкой конкретно книгами, поэтому у меня есть для вас лайфхак. Этот лайфхак называется, вы сейчас удивитесь, но это пятерочки, потому что если вы делаете заказ в интернет-магазине Лабиринт, вы можете забрать свои книжки в любом ближайшем магазине Пятерочка. Подробнее вы сможете прочитать об этом в комментариях. Также имейте в виду, что до конца 2 апреля, то есть сегодняшнего дня, вы можете успеть воспользоваться секретным словом секрет, извините меня за тавтологию, и получить огромную скидку на книги из определенного каталога. Естественно, ссылку я тоже оставлю вам в описании. Также в ближайшие 3 дня на сайте Лабиринта будет идти большая книжная распродажа, так что заказывайте, читайте, вам книжки может привезти курьер в том числе, и вы можете воспользоваться бесплатной бесконтактной доставкой, чтобы тоже сохранять свой вакуум, свою безопасность и никаким образом не встречаться с другими людьми. Интроверты сейчас, конечно же, кидают чепчики в воздух, так что пользуйтесь. Ну а мы с вами перейдем к рассказу о тех книгах, которые я читала. И первое, начну я с Врубеля. Я начну с биографии Врубеля серии ЖЗЛ от Веры Домитеевой. Это замечательная книга, скажу я вам, которая, конечно, вышла очень давно, она вышла еще в 2014 году, если мне не изменяет память. Но я добралась до нее только сейчас, так как у меня была прям необходимость прочитать про какого-нибудь человека, которым я восхищаюсь, чтобы немножко успокоить и свои нервишки, чтобы как-то вдохновиться историями тех людей, которые добились многого. И Врубель является одним из них. Да, конечно, у Врубеля была очень тяжелая судьба, но все-таки можно найти там чем восхищаться. Я очень люблю этот его путь от икон, от росписи церквей и храмов до непосредственного демона и всей этой мистики, которая творилась в его жизни. Также, что касается биографии Врубеля и его отношений как именно к человекам, мне очень важно, что они были друзьями с Александром Блоком, который произносил потрясающую речь на могиле Михаила Врубеля, что находится в Питере. И да, кстати, на могиле Врубеля я была несколько раз, у меня была своеобразная идея фикс. Всякий раз, когда я приезжала в Петербург, я обязательно ехала на кладбище, где похоронен Михаил Врубель. Так что имейте в виду, биография очень, кстати, хорошая. Она написана очень легким языком, при этом не теряет фактологии, но и при этом не пихает в вас именно документалистику. Можно даже сказать, что это была попытка написать романтизированную биографию, но что-то мне подсказывает, что автор не ставила перед собой такую задачу, но все-таки читается эта книга легко и действительно как какой-то роман, можно сказать. Хотя Врубель здесь не выведен прям главным героем, главным героем, конечно же, выведена его жизнь, именно жизнь. Вы должны понимать, что есть некоторая разница, может быть, я ее сама себе придумала, но все-таки его личность и его жизнь это, конечно, две разные истории. Да, одна формировала другую, но, в общем-то, это все патетика, поэтому не буду забивать вам голову. Врубель отличная биография, очень-очень понравилась. Еще одна книга, это Хаотелла и его Собиратель бабочек. Естественно, я клюнула на название, естественно, я не читала аннотацию и даже не знала, что это книжка вот такого маленького карманного варианта. Но, однако же, книжка очень даже хорошая. Да, вы прочитаете ее буквально за один вечер, в ней потрясающий язык и, безусловно, потрясающая история. А история это о том, как юноша вдруг обнаруживает себя наследником некого человека, липидоптеролога, и получает в наследство от него дом и все его воспоминания. Его воспоминания это огромная комната с бабочками. Да, эту книжку нельзя читать тем, кто боится бабочек, а я знаю, что такие есть. Но все-таки, да, замечательная история, очень нежная, очень трепетная, подобно самим крыльям бабочек, подобно, в принципе, всей трепетности воспоминаний чужого человека, которого мы с вами никогда не знали. И важно заметить, да, что главный герой не знает того человека, который оставил ему все свое наследство. Так что книжка хороша, если у вас будет возможность, если вам в целом интересны романы, редкие, я бы сказала, потому что это финская литература. У нас финскую литературу практически не переводят, никто ей не занимается, но вот издательство «Текст» этой истории, этой зарубежной литературой занялись, и поэтому мы с вами имеем теперь на полочках вот такую вот серию. Да, в этой серии еще есть уже несколько книг, но пока я не готова, на самом деле, с ними знакомиться, и, скорее всего, в ближайшее время это не сделаю. Еще, если вы подписаны, опять же, на мой инстаграм, то вы помните, что я находилась в состоянии нечитайки. У меня была книжная читательская дисфункция. Ни одна книга вообще не могла мне помочь, но, однако же, я воспользовалась все-таки своим же лайфхаком. Я говорила как можно больше о книгах, пускай даже не на камеру. Я смотрела фильмы, которые связаны с книгами. Кстати, посмотрите фильм «Букшоп» замечательный, просто эстетика, как она есть в чистом виде. И я читала мысли других людей о книгах, мысли тех людей, которые мне импонируют. И вот, что мы с вами имеем. Это Дмитрий Быков, очередной том его лектория «Прямая речь» и Андрея Ствацитуров, его лекции, которые, в принципе, вы и так уже могли слышать. Что касается и «Прямой речи», в том числе, эти две книги не дадут вам ничего нового, если вы все эти лекции уже слушали. В том числе и «Прямую речь», в том числе и Андрея Ствацитурова, в Арзамасе был у него цикл лекций. Так что, конечно же, резонно покупать такие книги, наверное, я вам никакого не дам, за исключением, конечно, того факта, если вы так же, как и я, любите работать непосредственно с бумажной книгой, а на слух не всегда воспринимаете то, что вам пытаются сказать, прям идеально. Поэтому, конечно же, я, например, планирую все-таки докупить остальные книги из серии «Прямая речь». С Андреем Ствацитуровым все проще, потому что у меня его книги появляются вообще как-то сами собой, и не приходится за ними гоняться. Но, что касается Дмитрия Быкова, сразу предсказываю просто вопросы, которые могут появиться. Что касается его личности, и его лекций, и его взглядов на некоторых авторов, на некоторые произведения, не все я разделяю. Мне, знаете, кажется, вообще не существует ни одного человека, в том числе и в литературном мире, в том числе и в кинематографичном, чтобы, знаете, вот все прям идеально совпадало. Не бывает двух одинаковых вкусов у людей, потому что вкусы все равно у всех разные. Так, например, даже можно взять Набокова и вспомнить, что он не очень-то любил Достоевского, и несмотря на то, как сильно я люблю Набокова, я все равно продолжаю любить Достоевского. Однако же, вернемся к Быкову. Несмотря на то, что многие наши взгляды расходятся, мне все равно интересно посмотреть на это известное мне произведение немножко под другой точкой зрения, которую мне и дает Дмитрий Быков. Как мы с вами знаем, полное понимание, понимание чужой точки зрения в том числе, рождает лень ума. Но я такие вещи не очень-то одобряю, поэтому предпочитаю, чтобы мой мозг не ленился. И вот Дмитрий Быков мне помогает в этом, потому что я, можно сказать, вступаю с ним в такой ментальный спор, если вдруг нахожу тот момент, с которым я так или иначе не согласна. Поэтому, конечно же, мифы и соблазны. Книжка очень даже неплохая, но вряд ли, опять же повторюсь, вряд ли вы найдете там что-то новое, если и так читали, смотрели, вернее, его лекции в прямой речи. Да, «Грязь кладбищенская» Мартин О'Кайн. Я думаю, многие ждали отдельный обзор на эту книгу, но, скажу вам честно, я пока к нему не готова. Просто ввиду того, что я, опять же, не поняла эту книгу до конца. Я почему-то очень часто стала признаваться в том, что я некоторые книги не понимаю до конца, но все-таки, что касается художественной ценности «Грязи кладбищенской», тут ее отрицать невозможно. Я вам уже рассказывала во время стрима, что Мартин О'Кайн был ирландским националистом, и все его политические взгляды именно с точки зрения языка проявлялись, поэтому и в «Грязи кладбищенской» романе, который изначально написан на Гельском в 1949 году, и только потом, в 2015 году, он появился на полках ирландских магазинов, можно увидеть эти его взгляды. Да, можно похвалить переводчика, потому что наши все равно старались книгу перевести максимально близко к тексту, пытались максимально передать всю специфику жителей того самого кладбища. И вот так плавно мы перешли к сюжету. А сюжет таков, что мы с вами попадаем на кладбище, в кладбищенскую землю, и там мы просто слушаем. То есть мы, как тот самый человек из рассказа Достоевского «Бабок», просто слушаем разговоры мертвецов. Все люди, которые встречаются на этом кладбище, умерли в разное время, в разные этапы своей жизни, в разном возрасте, но при этом всех их связывают определенные вещи, определенные люди, и поэтому возникают сплетни, возникают склоки, возникают какие-то обиды, можно сказать, тянут свои лапки из-под земли. И именно поэтому читать эту книгу становится сложно. Да, потому что она написана как совершенно такая модернистская пьеса. Это не пьеса в привычном нам варианте, а пьеса просто вот, ну, это сплошные монологи, это сплошные диалоги. Вы не увидите здесь ни одного куска авторского текста. Это будут все мысли тех людей, которые умерли и упокоены на этом кладбище. Именно поэтому читать эту книгу сложно. Возникает ощущение, как будто бы час, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, очень долго сидите в поликлинике и слушаете разговоры бабушек, которые, скорее всего, еще и живут в одном подъезде, в одном доме, и дача у них тоже на одном участке, и поэтому между ними очень много невыясненных обид. Так что становится немножко сложно воспринимать все эти голоса, и становится, конечно же, сложно провести определенные параллели между всеми этими героями. Но все-таки грязь кладбищенская – это классика. Вы знаете, как я люблю в классике копаться, поэтому уверена, что к этой работе я еще так или иначе вернусь, и обязательно ее перечитаю. Ну и теперь мы с вами плавненько подошли к тем книгам, которые я только планирую читать. Их у меня тоже немало, сразу скажу, поэтому особенное внимание им так прям плотное уделять я не буду. Я, наконец-то, планирую дочитать «Будущее ностальгии». Как вы помните, я уже начинала читать эту книгу, но какие-то непонятные личные моменты меня от нее немножко так отвратили, но все-таки «Будущее ностальгии», моя чуйка не зря меня просто вот тянет в эту книгу, и поэтому я надеюсь, что моя чуйка меня опять не подведет. В конце концов, в этой работе есть целая глава про ностальгию Набокова, про ностальгию Бродского, и, естественно, это не может оставить меня равнодушной, даже вот серьезно, несмотря на то, что там будет написано. «Будущее ностальгии» проанализирует это чувство ностальгии, печали по будущему, печали по прошлому, печали даже по настоящему. Я очень надеюсь, что все-таки эта книжка наконец-то окажется внутри моего сознания, и мы с ней не расстаемся. Ну и, конечно, «Богема Уилсон». Да, эту книгу я купила давным-давно, и все никак не добиралась до нее, потому что то у меня появлялись какие-нибудь экстрасенсы, то еще какая-нибудь ерундистика, но «Богема – великолепный изгое». Мы с вами прекрасно помним эту песню «Богема», которая многих из нас заставляет вот вспоминать, что, возможно, в прошлой жизни вы сидели где-нибудь на Монмартре и пили абсент с кем-нибудь из художников, возможно, даже с Модильяне, поэтому я надеюсь, что «Богема Уилсон» меня тоже очень сильно порадует и покорит, как, в принципе, все серии, вот, все книги из этой серии научной библиотеки нового литературного обозрения. Ну и буквально перед тем, как я садилась записывать этот ролик, ко мне приехал курьер и привез мне книжку Миши Халецкого. Миш, я тебя поздравляю с выходом книги. Но все-таки пока особенно сильно радовать никого не спешу, потому что, естественно, эту книгу прочитаю и расскажу вам о своем непредвзятом мнении. Сон или реальность, как гласит нам обложка, решать только тебе. Да, Миш написал книгу, которая будет связана с Эдгаром Алланом По, поэтому он прислал мне еще сборник рассказов Эдгара Алановича, так что, наверное, будем читать параллельно. Я уже предвкушаю, что в этой книге будет много отсылок к классико-американской хоррор-литературы, поэтому... Класс, спасибо тебе, Миш. Обязательно все прочитаю, обязательно все изучу. Вот, на этом-то все на самом деле. Я как-то безумно укуболтаю практически без перерывов, поэтому, наверное, буду с вами прощаться, тем более рассказывать-то мне как-то больше и не о чем. Но я надеюсь, что я ничего не забыла. Вот серьезно. Я не буду просить вас подписываться на канал. Я единственное попрошу заглянуть ко мне в Инстаграм. Там мы с вами как-то чаще находимся ВКонтакте. Я надеюсь, что мы с вами как-то выберемся из этой тоски. Возможно, даже вместе. Я надеюсь, что вы не скучаете. Пишите мне, как вы проводите свои дни на карантине или в самоизоляции. Ну и также смотрите те видео, которые вы еще не смотрели, и будем с вами дальше читать вместе.